Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Добрый день, члены семей наших военнослужащих, находящихся в зоне специальной военной операции. Весь комплекс мер, предусмотренный указом главы Республики Саха-Якутия, направлен прежде всего на то, чтобы наш тыл был надежный. На настоящий момент практически все семьи получили соответствующие выплаты, предусмотренные указами главы Республики Саха-Якутия, и идет индивидуальная работа по их сопровождению. В тех случаях, когда невозможно в рамках действующего законодательства разрешить ситуацию, исходя из нормативно-правовых актов, осуществляется индивидуальный подход, и ни одна из семей не остается без внимания. Глава Республики Саха-Якутия ставит перед нами задачу, прежде всего, постоянно совершенствовать меры, потому что какие-то определенные проблемы возникают по мере их возникновения. Так, например, на встрече с комитетом матерей, воинов, отечества были высказаны позиции, связаны и обсуждены такие вопросы о специальной стипендии для неспосредственно самих военнослужащих, которые после окончания участия в специальной военной операции возвращаются в мирную жизнь. В данной ситуации, также, как и по вопросу оплаты продленки для детей и младших родственников, участников специальной военной операции, на настоящий момент идет разработка соответствующих предложений со стороны правительства. Я думаю, что в ближайшее время мы разрешим данную ситуацию. Одним из сложных вопросов, которые на настоящий момент находятся на стадии разрешения, это вопрос переподготовки, профессиональной подготовки наших работников медицинских и психологов, которые будут соответствующую переподготовку проходить в целях того, чтобы продолжать работать, в том числе с семьями военнослужащих. В целом, необходимо обратить внимание, что, несмотря на то, что действительно ситуация достаточно сложная, тем не менее, нам удается удерживать практически в постоянном режиме сопровождения семьи военнослужащих и помогать разрешать им соответствующие проблемы. Конечно же, поставлена главой задача в целях того, чтобы, конечно, вот само по себе общение через телеграм-группы, которая осуществляется, иногда тоже возникают вопросы, когда людям необходима живая встреча. Поэтому нами поставлена задача замглав по соцвопросам по всем, улусам главы муниципальных образований продолжать регулярные встречи, если необходимо для этого в том или ином населенном пункте.